Здравствуйте, друзья! На проводе Сибирь Мы начинаем. Вот эта фотография, она особая. Людей, которые могут сейчас сказать, что это перед вами, таких на всей планете единицы. Один из них сказал об этом с презрением. Это Химера, и он прав. Вот этот кусочек вебинара я посвящаю Елену Александру Савельевичу, по той причине, что я обещал показать Химеру. Даже слово Химера означает, что это нереально. Согласны? Нет. Помните человека с головой льва, помните льва с головой человека. То есть вещи несовместимые и недолго живущие. А наша задача признать, что Химера существует, и показать, что это наше будущее. Вы представляете, как это интересно, нет? Вот. Однажды было два противоотножия, и еще один товарищ сказал, что мы с вами, наша компания, или как, наш кружок, это секта. Слово секта означает, понятно, что это совершенно новое что-то направление, которое ничего не имеет общего со старым. раз. А Юрий Алексеевич Соловьев, Юрий Алексеевич Латинков, он царство ему небесное, он сказал, что наш кружок самый интеллектуальный садоводство, садоводство в России. Ну что, начинаем, Милина Александровна? Я обещал, обещал. Ну, вот смотрите, сейчас я вам это покажу. Ага, вот вы у меня где. Значит, дело в том, чем, тема интереснейшая, раскрывать я целиком не буду, иначе не хватит никакого вебинара. Полностью нужно несколько часов. Давайте так, вы находитесь в саду с Химерами. Вот, почему они не умерли? Потому что они перестали быть Химерами. Но, тем не менее, наша задача не зацикливается на единичных примерах. Так, значит, у вас большое будущее, почему? Вот, для вас, допустим, если считать, что 100 граммов абрикоса – это потолок, всё, а теперь их надо закреплять. Кстати, Латинков сказал, я закреплю, Константинович, всё это чудеса, будут у нас жить. Он остановился на полдороге, потому что просто умер скоропостижно. Вот, и у него мои королевские абрикосы, я их не узнал. Я их просто не узнал. Возможно, когда он всеми позанимался, они приняли форму свою природную. Чё ты, знаете, я их давно уже забыл, какие они природные. У меня есть старая фотография. Вот, так вот, теперь Елена Александровна Савельевича, она же и аспирант. Два высших образования, два красных диплома. Вот, человек искусства, человек науки и ещё, ну, может, её вряд ли принижает, она ещё и садовод-любитель, раз она с нами. И вот, получается так. Мне бы хотелось, чтобы вот это был очередной этап, трамплин. Следующий этап, 150 грамм. Так. И ещё лучше, вкуснее, и даже морозостойче. Вот, поэтому я заметили, друзья, это самое, как я стараюсь передать ей побольше знаний, потому что она из мира науки. Нам-то ловить нечего, сами знаете. Никто не приехал в Кокенково, никто не приехал в Боднеру, никто не приехал в Железово. Вот, не, приезжали, клянчили, но об этом потом. А так получается, или потолок, или трамплин. Давайте посмотрим, что такое химера. Химера за номером раз, это прививка необычная, я сейчас познакомлю с ними. Я обещал, Александр, ну, получилось, что сколько эти самые, мы с вами неделю проводим, но тут не успели, там не успели. Итак, химера за номером раз. Вот, потом будет 2, 3, 4. Вот. Я, времени у меня совсем не было. Так же? Только вчера по-другому помахали руками. Вот. Одна из химер выглядит так. Сейчас расширывать не буду, но вы уже можете догадаться, что часть веток выросла из ничего, а это и есть химера, потому что вот эта вот ветка законная, вот эта пошла влево законная, вот эти, вот это законная, а вот эти вот вылезли позже, вылезли из почек, из клеток. Это общее мнение, это, так сказать, для общего впечатления. Смотрите сюда. Вот. Тип химеры такой. Появляется та же почка, она растёт, и в течение лета обрастает веточками, которые не должны были тут расти вообще. Вот. И тут возникают сомнения. А может быть, я не прав. В ветке второго порядка, вот, допустим, прерывка на двухлетку, и дерево сразу превращается в двухлетнее. Вот. Его мы имеем право называть химерой, но часть оппонентов не согласится с этим. Вот. Почему? Сам я лично утверждал, что на двухлетках часто появляются двухлетние побеги. Помните, там, 2 метра высотой, та же Лена Садна позировала, вот, с линейкой, там, её брат, вот, и где-то на высоте метра полтора пошли, пошли. Ладно. А я специально подвожу к настоящей химере. Смотрим сюда. То же самое, можно сказать, ну, и что, что за год, ну, и что, что за 5 месяцев она такая. И не доказал, но и не проверил. Для меня это химера. Вот. Вообще, все эти прививки, это сделаны в определенных условиях, а это определенные условия. Но сейчас о ней говорить не будем. Вот. Это и есть химера. Наконец, еще одна. Еще интереснее. Но еще не все. Все еще главное впереди. Я люблю по, как это называется, ну, чтобы была интрига. Интрига – это же хорошее слово. Итак, сувенир Востока. Я выбрал одну из эффектных фотографий. Так. Молодое дерево. Вот. Плоды 80 грамм. Ну, не все 8, так. 60-80, да. Вот. Это чистая слива сувенир Востока. Одна из тех, которая сохранила свои родные качества. Я высылал фотографии Сычева. А он, если не автор, то, по крайней мере, суперспециалист. Именно в этих вопросах. Ну, подтвердил, да, сувенир Востока. Потому что этот человек получил взрослый Чижик, волшебник, садовод. А я у него это раздобыл. Кстати, потом меня будут мордой, мордой, мордой. Любимое занятие оппонента. Значит, Чижик, я брал у него эти чернки, и у него росли мои шелковицы. Чувствуете? Кто кому обязан? Никто никому. Бородич, я у него взял веточку абрикоса. Ну, скажем, название мы не знаем. Хрупноплодного, да? А взамен ему привез, привитый, подарил сальвис персика. Вот и считайте, халявчики или нет. И вот так ко мне переехало молодое дерево. То есть, на самом деле, вот это чистый, вот он уже, чистейший. А почему я сказал чистейший? У меня они тоже уже есть испорченные. Ну, испорченные в хорошем смысле, измененные. Так. Рассказанная наследственность, трудное детство, ну, понимаете. Видите, как я люблю поговорить. Но, сразу скажу, Леонид Санна, спасибо вам. Вот. Пусть будет такой тон, ну, немножко, это такой с юмором немножко. Но главное, вы мне попросили по отношению к оппонентам вот немножко сбавить агрессивность. А может не немножко, а может сильно сбавить агрессивность. Вот. Потому что они не такие уж виноваты и сами, в свою очередь, им кто-то заморочил голову и они взялись тиражировать приемы, которые мы называем смертельными и прочее, и прочее. Вот. Я попробую. Спасибо вам. Ваш приезд ко мне. Это был праздник души. И смотрим внимательно. Это тот самый сувенир Востока, чистый, чистопородный. Чижику попал из, сейчас скажу откуда. А да, из Россоши, из Россоши, в Городском. Внимание. Смотрите сюда. Итак, я вам показываю чистейшую эту химеру. Почему я начал про химеру? Потому что это наша следующая этапа, Рина Александровна. Мы с вами уже в принципе все знаем. Мы многого достигли. Вот. Вы последние годы работали со мной плечо к плечу. И вот получилось, что это пока еще за пределами было ваше внимание. Почему? Я не то, что отказался от них. Вот. А они на каждом шагу не попытаются. И вот одна из моих прежних фотографий. Вот тут уже самая химеристая химера. Вот. Здесь одна почка должна быть. А из вот этого маленького такого грызка, да, где всего одна почка, и нет, не может быть никаких запасных, вылезло 8 или 9. Так, причем мощно, отлично. Вот. А это не конец истории. Интрига, вот она. Вот. Теперь сравнивайте. Итак, прошел еще год. Посмотрите сюда. Итак, слива на абрикосе. Что дала? А черт его знает. Вкус увеличился в два раза. Сладость такая. А вы знаете, что сувенир Востока он очень вкусен. Ну, мне немножечко бы еще по сахаристе быть. И вот он, сахаристе. Вот она, мечта идиота. Я про себя. Вот. Сбылась, да? А я ее не мечтал. А в принципе, ну, а там, чем вырасти, то вырасти. Так, внимание, сравниваем. Итак, перед вами настоящая химера. Ну, это хэппи-энда не получилось, потому что на следующий год дерево было мертво, потому что это вот это дерево двухлеткое. Уже это однолетка. После двухлетка засвела на третий год и на четвертый год она была мертва. Мне не хватило ни времени, ни сил, ни здоровья, ничего. Я не жил. Вот. Я как всем выживал. И получилось так, что оставленное без внимания, а еще годик, это дерево погибло. Скажите, можно было закрепить новое качество, снова сахаристностью, и фактически химера стала бы еще одним сортом. Вот. Мне кажется, да. Наверное, бы получилось. Вот такая история, А почему я это говорю? Я еще раз обращаюсь к вам, глядя лицо в лицо. Понимаете, вот сейчас, да, вот, вы все знаете, все умеете. Вот. И потолок ли это? Они же, я вам покажу, что достигли мои ученики, причем со 100% гарантией, что это мои ученики, и что это сортообразие мои. Вот. Мы теперь с вами, простите, мы отстали от этого, от Шаламая, четыре раза увеличил мои персики. Мои. Мы отстали от Александрова, от Людмилы. Вот. У нее 130 грамм, мои, мои, бывшие, бывшие мои абрикосы. Я, Александр, ну, все, выход один. А почему я тебе случай привел? Межвидовые прививки. И мы когда сидели с вами за чаем, естественно, не то, что с чем-то другим. И что я сказал? Вот. Вообще, чуть не сказал вредно, даже от вина отказалась. Ладно. Значит, мы сидели, мечтали, чаем, и, и, я сказал, между прививки. Весной я вас жду. Понатыкаем. Принцип один. Никаких планирований невозможно. Вот у вас там, да, у вас можно сделать план и работать по плану. А здесь ничего не получится по плану. Давайте я держу. Есть у меня в том числе молодые деревья, с которых можно взять веточки. Вот это вот я размечтался. Почему? Потому что мне надо заканчивать эту земную жизнь, а вам все впереди. Успеть передать. веточки.